Доброе утро! Иван был неправ. И поехали, и не доехали до вас. Но в итоге доехали. Это очень хорошо. Доехали, слава богу, не калеками. Короче, попали в аварию. Ну, легкая, да, такая. Как название фильма про Высоцкого? Спасибо, что живут. Ну, вообще. А так все в полном порядке. А так все нормально, да? Москва, звенят колокола. Ну, ладно, грустно больше не будем. На самом деле у нас много интересных поводов с вами пообщаться. И один из них это премьера вашего клипа. Но мы, правда, его посмотрим чуть попозже. Я думаю, что и разговор про это дело тоже перенесем. Меня что поразило, когда... Ну, мы вообще знакомы с вашей группой. Часто вы у нас звучите. И с Никитой мы вне эфира говорили. У вас очень такая многофункциональная команда. То есть у вас не только там певец, музыкант. У вас по совместительству кто-то и директор группы. И кто-то занимается какими-то организационными вопросами. Вот так было изначально. Я хочу массаж неплохо делать. Да. Вот расскажите об этом. Как так вот получилось? Был какой-то опыт? Да. Или со всем справляетесь комфортно? Я люблю говорить, что КПД группы Марселя... Это Степа, между прочим. Вокалист говорит. КПД группы Марселя это 250%. Потому что у нас никогда за всю историю... Только в самом начале нашей карьеры, когда мы были студентами, когда мы только появились в 2005 году, нашим директором... У нас был директор Вадик Ракбари. Ему огромное приветствую нас слушает. И респект, и вообще мы все помним. Все наши первые песни записаны на его компьютере. Он честно отдал нам свой компьютер. Потому что уже не был слаб... Уже не сдалека начал. Послаб же, вот. Но это был единственный раз, когда у нас был какой-то директор. Руководитель, так скажем. Который организовал процесс. Я просто у нас получал, что на нас очень много разных людей училось, училось, училось. Тренировался, это надоело, и мы решили заниматься сами все. Вот так. Но хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Получается так. Ну и так же, как... Когда-то моя мама сказала, зачем вы платите за квартиру какому-то дяде, дядечке? Купите лучше свою квартиру и так далее. То же самое, зачем работать на кого-то? А еще у нас есть Настя Гоголь, многофункциональный директор, заменяющий все... Кстати, Рима Гоголь тоже. Хрупкая барышня... Забрала парней. Да, да. Спасла после ДТП всю группу Марселя, благодаря этой барышне, группе Марселя, сейчас в студии. Единственная представительница фамилии Гоголь в Санкт-Петербурге, да и в Москве, мне кажется. Кто не знает, Марсель Петербургская. Да, очень рад, потому что я тоже из Санкт-Петербурга, поэтому мне вдвойне приятно с вами общаться, как с земляками. Ребят, у нас сегодня во всей стране празднуется День Учителя. Вы помните своих учителей? Вот какие-то... Я вам не просто скажу, что я помню, моя мама учительница. Да? Так надо поздравить. Вы это увидели в клипе, да? Конечно, мою маму увидели в клипе, и моя мама учительница. Я еще позвонил. Какой предмет? Пока рановато. Мама моя была. Историю и родной язык. В Ненецком автономном округе родной язык, это ненецкий язык. Вот. Ну, в основном, она историю ведет. Историю отечества. Ну, а какие-нибудь, может быть, прям вот учителя-учителя, те, которые запали в душу на всю жизнь? А вот фильм «Матильда» сразу вспоминается. Да, этот мемас гуляет с самого утра. Или, мне кажется, даже с нолен часов, как только нынешний день начался, так и пошел. Как там поклон себя поздравляет учителя? Да, да. С днем учителя, да. Это смешно. Я мамочке позвоню сегодня чуть попозже. Хочу, чтобы она поспала, отдохнула. Вот. Поэтому все впереди. Ну, класс. Я люблю школу, очень, честно скажу. Да? А пели там уже? Да, и пел там, и диджеил, и вообще делал все, что и КВН, там писал сценарий, играл. То есть, я делал все, что угодно, кроме того, что учился. А у Мити уже не есть учителя любимые, ребят? Слушайте, ну, могу сказать точно, вот у меня есть одна учительница очень любимая, ну, точнее, ее уже нету. А вот та учительница по фортепиано, по-моему. Это, наверное, такая, знаете, вот была женщина, которая вот реально сродни маме, сродни маме, да? Она... Вторая мама. Ну, практически, да, она практически сформировала весь мой музыкальный вкус вот за 4 года колледжа. Миссис-аксофонист, кстати. Это Женя. Это Женя? Это Женя. Митя, это Женя. Это Женя. Это... Это... Это тебе, Женя, так напоминает. Беспорное замечание. Просто... Извиняюсь, что занял эфирное время, полминуты. Я обычно это редко делаю. Митя-сокофонист. Окей. Но сегодня, специально для страны FM, и впервые Евгения Бабенко говорит в его эфире. Да? Отлично. А так, рейтинги. То есть ты его разговаривал, да? А Митя у тебя учитель? Была как-то одна девушка, так столько у меня научила, надо ее поздравить. Практикантка? Да, девушка. Ладно, друзья, мы хотим еще, конечно, к нашим зрителям и слушателям обратиться. Группа ВКонтакте Страна FM есть уже пост. Работает, да? Да. Вы можете задавать группе Марсель свои вопросы, обязательно лучшие озвучим в прямом эфире, а также номер, WhatsApp, Viber и SMS-ки пишите 909-928-1-89-9. Я думаю, что парни открытые с удовольствием ответят своим фанам. Вообще с огромным... Да и просто... Да и просто людям. С огромным удовольствием. Ну что, прервемся пока. Да, прервемся. У нас прям по курсу MC Donnie сайте Казанова. В общем, такая прям горячая, можно сказать, премьера, не так давно состоявшаяся. Ну и после этой песни обязательно вернемся к разговору с ребятами группы Марсель у нас в гостях. Утро страны продолжается, друзья. Хорошего вам утра желаем, во-первых, конечно же, мы, Лиза Калинина, Никита Некрасов. И у нас в гостях замечательные ребята, великолепные, талантливые группы Марсель. Доброе утро. Доброе утро, парни. Доброе утро. У нас, мы как говорили, вышел, ну выходит ваш клип, который называется Кит. Вот давайте тоже о нем расскажите. Как мы узнали, что он снимался на Камчатке. Дмитрий Андреевич, вам слово. Ваши идеи, да? Ну это такой, да, необычный эксперимент, композиция, написаны, написаны были как-то слова ночью, потом я решил, что надо их положить на музыку. Мы собрались на студии, сначала Женьке сыграли это все на клавишах, пришел Степа, говорит, что не, ребята, вот есть вот такая задумка и буквально там, не знаю, за полчаса сделал аранжировку этой песни. Ну, это не песня, на самом деле, это что-то другое. Это стихотворение, ну как на самом деле это песня, почему ты на самом деле зря так говоришь. Трек удобно называть, очень хорошее. трек это не очень, мне не нравится слово, трек на самом деле. Мне композиция нравится слово, но не суть, в общем, рождена была музыка, слова, там был записан очень интересный, необычный саксофон, который имитирует звуки этого животного, вот, потом у меня появилась идея, что мне хотелось снять это у какого-то холодного моря, скалы, чтобы я такой красивый стою, играю, и потом так получилось, что у меня товарищ, он снимает на Камчатке документальные фильмы для рыболовных хозяйств, Газпрома и тому подобное, я предложил ему, не хочешь ли попробовать снять клип, он говорит, очень хочу, потому что все это уже немножко надоело, и хочу как бы творчество свое. Я прилетел к нему, у нас была очень крутая съемочная бригада, мы 4 дня это снимали, ходили там по Камчатке, у нас были всякие испытания. Мы встретили настоящих китов, буквально после того, как прилетел, через 4 часа мы оказались на катере, и на этом катере мы сначала встречаем китов, по-моему, это были северные плавуны, а следом к осадке стая пришла, то есть мы там были, ну, такая пария, такого счастья очень давно не испытывал, вообще, когда я это все увидел. И напоминаю, у нас гостя группа Марцель, мы скоро вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Действительно, все так и есть, телерадиоканал Страрана ФМ, Лиз Калинин, Никита Некрасов, Утро страны, и у нас в гостях группа Марцель. Да, и мы задавали много вопросов от себя, и говорим, что наши слушатели и зрители тоже могут это сделать. Напомню, группа ВКонтакте Страна ФМ, комментарии пишите туда, и WhatsApp Viber 909-928-189-9. Елена нам написала, ребята, с кем бы из знаменитостей вы хотели бы выступать на одной сцене или спеть вместе, я думаю, что можно, конечно, и западных. Ну, вообще, как бы, мы, на самом деле, доросли до такого времени, что мы можем сами выбирать, с какой знаменитости мы хотели бы попить. Нет, понятно, это просто про желания, имеется, кто нравится, с кем интересно. Я бы хотел, если Лиша Кис бы хотел. Все бы хотели. Выступай, мы на выступление говорим, а не... А мы до этого не доросли, да? Ну, до этого и ты не доросли. Чтобы сами выбирать. Я думаю, что мы с теми, с кем хотели бы, мы выбрали и выбираем. Ну, в общем, нет таких предпочтений. Таких предпочтений нет, но, не знаю, я из тех знаменитостей, из которых, может быть, хотел бы спеть, я лучше бы на их концерты сходил. Они не так часто приезжают в нашу страну, и лучше бы почаще приезжали. Это, например, кто? Первый, там, не знаю, Джастин Тимберлейк. А на Стинга ходили, который вот приезжал на днях? В этот раз мы не ходили, потому что мы были на гастролях, и мы были на разных с ребятами концертах Стинга, но вот я был, например, на таком концерте Стинга, когда это была Дворцовая площадь, и Стинг признался, что это был его самый большой в жизни сольный концерт, потому что по подсчетам, по минимальным, там было около 200 тысяч человек на его концерте, и я стоял прямо вот перед сценой, он в метре, в полуметре от него, он тоже был только не с лондонским оркестром, а с оркестром Петербургской, по-моему, оперы, что ли, не знаю, что-то типа того. Нет, с Петербургой, с оркестром Михайловского театра, нет, с оркестром Михайловского театра, но я стоял прямо в упор, прямо около него, в легендарном месте Дворцовой, и до сих пор под впечатлением. Это было шикарно. Кстати, о совместных работах, нам известно, что с Юлианой Пероловой, да, вы записали саундтрек, вот что это за? Ну, только с Юлианой в этой песне, эту песню я написал где-то полгода назад, эта песня спустя время стала заглавной песней к новому художественному фильму, который называется «Селфи с судьбой» режиссера Александра Игудина, где я также сыграл одну из таких, не знаю, ролей второго плана, что-то. Сначала я позвал туда Фьюза из группы «Крэг», потом там появилась Юлиана, и вот песня буквально скоро совсем выходит, буквально, не знаю, через течение недели она обязательно выйдет. А вот вы говорите, что мы уже доросли до того момента, когда сами можем выбирать с кем. Какими вот, может быть, сейчас нас слушают те люди, которые, может быть, как бы хотели бы, вот какими качествами должен обладать тот артист, с которым бы вы выбрали бы, захотели бы. Потому что у нас мы абсолютно свободные артисты, независимые, вот независимые петербургские артисты, и мы, никто, для меня лично, как я могу выбрать, с кем вы, если мне нравится песня, там, материал, там, оранжировка, которую мне, не знаю, кто-нибудь прислал, я спокойно, с удовольствием в этот проект вписываюсь. То есть это не обязательно должен быть кто-то такой массивный, глыба какая-то современная. Совершенно, вообще без разницы, абсолютно. Вот буквально вчера вместе с соседями по студии, у нас на Галерной 25-й студия, короче, и в много-много комнат разные, разные ребята там снимают, вот, и прямо за стеной у нас есть такая группа называется Paint Shop, и вот мы буквально позавчера ночью с ними сделали очень крутую песню, вообще прям супер. Ну класс. То есть ребята совершенно никому неизвестны, но без разницы, они пришли ко мне, Степыч, посмотри, поставили музыку, аранжировку, и говорю, чуваки, клево, давайте делайте. Просто мы сели и за одну ночь сделали просто полностью песню. Вот это радует. Молодцы, молодцы. Это не важно, главное, чтобы был творческий процесс. Вообще в кайф работа, да? Конечно. Мы скоро вернемся. а сейчас как раз-таки собственно у нас дальше по курсу совместная тоже работа группа Марсель и Артика Асти. Замечательная, на мой взгляд, как по видеоряду, так и по аудиоряду. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Ну такие у вас все песни душевные, ну вот правда. Не знаешь, и меня аж подкатывает. Лиза сидит, ревет, гример прибежал, восстановил весь грим. Подождите, я когда выходила замуж и выходила под вашу песню. Это песня для меня, для тебя слышишь. У нас есть еще свадебная песня. Да? Ну вот я выходила под нее, но вот вы вообще, кстати, мы с вами встретились, я с вами. Круто, я тоже так считаю. Надо было подождать песню свадебную. Лиза, разводись, выходи замуж снова. Ну, возможно, так и будет. Так, я думаю, сын, улучшение новой песни. На самом деле, ты мне одна такая, и могу сказать, что... Спасибо, Степа, спасибо. Нет, нет, ты такая, конечно, одна, но в плане того, что под эту песню, там, я думаю, что, не знаю, сотни тысяч семей. В общем, я к чему это говорю? Это же прекрасно. Как пишется вот такая душевная, ну, грусть отчасти и радость в этом всем? Вот что побуждает написать такую песню, такую композицию? Любовь и Петербург. Да, Петербург? Однозначно. Подтверждаю. Любовь, я считаю, равно Петербургу. Поэтому и уехал, да? Конечно. Ну, потому что в Москву за деньгами, а Петербург по любви. Прямо каждую песню Питер, да, навевает. Ну, естественно, конечно же, конечно же. Вот у нас, кстати, песня «Время» скоро прозвучит. Да, но пока она еще не началась, я хотел у вас спросить, вы заметили ли лето вообще, ребят? Где? Ну, вообще, в России. Заметили, мы со Степой из Греции только что вернулись. А, то есть вы лето себе устроили вот недавно? Нормально. Знаешь, когда 1 сентября классный был такой, ты ходил, дальше лето только за деньги. Да, на Урале лето было отлично, я слыхал, что там прям вообще была жара все время, не знаю, в Петербурге вообще не было. То есть я в прошлом году думал, что рекорд как бы побит, вообще нереально. В прошлом году было сколько там, из 90, 59 дней было дождливых, в этом году из 90 летних дней было, по-моему, 80 дождливых дней. Это было очень печально. Я хотел просто узнать, удалось ли вообще летом где-нибудь отдохнуть. Прогрессию я уже узнал, понял? Удалось. Удалось. Ну, выступали, на Черном море несколько раз. В Испании мы выступали. В Испании выступали, да. Как приняли? Олигархи нас отлично приняли. Приняли вот так. Восемь олигархов. Занимаю этот путь сегодня. Ну, а что это, да. И так тоже бывает. Новый выпуск новостей. Шкортницы классно танцуют. Да? Под нашу песню. Доброе утро, телерадиоканал Страны. Парни, мне кажется, вчера их классно отдохнули. Мы всегда хорошо отдыхаем. А вы вместе сколько уже лет? Ну, группа существует. Тринадцать лет. С университета, да? Да. Как вот были периоды, когда реально сильно ссорились? Или вы изначально друзья? Буквально вчера очень сильно было ссориться. Ну, вы серьезно? Да, у Степы Синяк вот такой на спине тут большой. У меня тоже тут разбито. В форме утюга, правда. Мы скорее вчера, знаете, вспоминали, как мы где-то около десяти лет назад или даже больше жили вместе в общежитии. У нас просто близится концерт. Да, у нас на самом деле в Известиях холл будет концерт 20 октября, и в Питере будет во-2, 22. И у нас получается так, что мы будем, собрались с старым составом, которым вообще изначально начинали. У нас полностью живой был состав. Еще басист был, удар, удар. Ударный барабанщик. Да, 10 или 13 лет назад это все. Ребята стали очень крутыми музыкантами, так получилось, что сейчас мы вновь, короче, собираемся для этих концертов. Получилось очень случайно, потому что у нас должен был играть другой барабанщик. Но он у Мани же будет, как бы он там по контракту не может. Да, и так получилось, хоп, мы такие, кто еще может покроем криво? Давайте к Юрслану позвоним. Юрслан говорит, да, могу, и получается так неожиданно, хоп, и оказалось, что... И у нас вчера вообще такая добрая ностальгическая переписка была. Мы вспоминали Пельмени, Малышок, Колпинский, как мы ходили в магазин, там, ребята, возьмите мне филе Афиш, там из Макдональдса есть. Я еще написал, типа, зачем нам репточка, Руслан, давай у тебя в комнате по старинке. Порепетируем, да. Может, у нас стоит сразу в ту самую общагу вернуться? Может быть. Вернуться и там? Дать концерт. Как у Зукова, да, 10 лет назад, унесите меня, кота. Да, мы тогда вперед эту песню, кстати. С Серегой, кстати, имеем перью, да. Руки вверх. Мы, кстати, мы не так уж давно ходили со Степой в общежитие в этом, но там закрыли курилку, больше нельзя курить на черной лестнице, и все, мне кажется, общежитие умирает. А сколько групп не появилось, сколько пар не появилось, понимаете? Сколько семей не создалось из того, что там перестали тусоваться. А как вы по Петербургу ходите? Нормально вас узнают или фанатки одолевают? А я вот так. Нет, серьезно, приседай на правую ногу, неужели. А ты как ходишь? Народ уже идентифицируют или спокойно все? Ну, узнают, да. Шаг назад. Фоткаются постоянно, да? Или как? Степа вот Версус отсудил, его вообще узнают. А, да? Все школьники после Версуса меня все... И все курочки виспад задают. Все школьники меня после Версуса узнают, и рестатор сказал, что я там буду постоянно появляться в жюри. Какие, кстати, впечатления от рэп-баттла? Я бы очень много раз был на Версусе, обожаю Версусе, и шикарные, там атмосфера невероятная. Тоже петербуржская такая. Да, через Ютуб Ютуб это не передать. В Ютубе кажется, что один победил, а когда ты там стоишь, тебе кажется, что совсем другой. Ну да. Интересно. Ну а правда это очевидно? Вот победителя трудно определяется? Вообще не очевидно. Мне тоже кажется, как его определяют. Потому что бывают такие баттлы, когда ты смотришь и думаешь, блин, ну вот, вроде как бы один начинает классно, потом у него там второй раунд не получается. Думаешь, блин, нет, все-таки тут круче. И когда вот уже финал, думаешь, блин, тут такая борьба между, ты выбираешь между харизмой и, так сказать, рифмоплёцом. И техникой. Да, и техникой, да, флоу. И бывает, что человеку вообще нет, флоу абсолютно, но такая харизма бешеная, что бывает, что жюри им отдают как бы победу тому, кто считал плохо, но так отжигал, как говорится. Есть у тебя уже такие, можно сказать, любимчики, если ты часто бываешь? Ну вот прям такие, которых можно выделить. Просто, да. Например, вот, супер. Победитель последнего версии баттла Гарри Топор вообще мне очень нравится. И он харизматичный, такой всегда очень подготовлен. И вы просто видели бы, как он смотрит на противника бешеными глазами. Уничтожает. Бешеными глазами. Он просто смотрит, то что человек начинает теряться просто. Вот, например, человек, обе ванка Ноби, он, например, он даже просто читал, читал, а потом такой, блин, чувак, ну ты крут, типа того. Ну как бы да. Морально задавили. У нас сейчас песня «Время» прозвучит. Вы давайте несколько слов о ней. Эту песню я написал в Ленинградской области в городе Колтуши у моей тёщи дома я буду. песня о том, что время бежит, но мы должны оставаться такими, какие мы есть. Как общаги, были друзьями 13 лет назад, да? Да, а в клипе реклама курортов Краснодарского окраина. Реклама Девноморская. Сплатная. Давайте смотри, если я все уже скоро нашим друзьям Девноморским салют. Девнер, да. Утро страны продолжается. Но неумолимо подходит к концу. У нас в гостях группа Марселя. Привет ещё раз, ребята. Только что посмотрели замечательную композицию. Время. Прямо можно сказать, в лето окунулись с лихвой. А чё, парни, смеётесь? Вспоминаете приколы? Вот такой клип, да. Забавный. Старый, забавный. Он атмосферный, он, понимаете, создаёт атмосферу такую, что ты улыбаешься. Да, отдыхательно-улыбательно. А что вы сказали, что взяли оператора просто с собой, да, на гастроли? И так получилось. Да, это road movie такое чисто вообще. Просто без сценария. Самый дешёвый. Вставание, хочешь ездить на Черное Майя? Да, хочу. Бери фотоаппарат, поехали. Мне кажется, вообще всё по жизни так легко. Ну, не всё, но вот это было так. Слушайте, вот 13 лет группе, да, были такие моменты, когда, ну, вот всё хотели распадаться, или всегда как-то вот всё вело, и всё было круто, и знали, что-то будем заниматься этим. Мы почти распадались на какой-то момент, потому что музыка же, ну, не сразу деньги, деньги придут, жить как-то надо. И я там стал заниматься рекламой, сначала дизайном рекламы, потом наружной рекламой. Вот. Ребята стали играть с таким музыкантом, как Асай, вот, и потом Митяй как-то позвонил, говорит, Стёпыч, короче, всё, давай обратно с тобой, короче, бросать эту работу, давай, короче, заниматься нашей группой. Вокалист наш, Стёпа. Так, ты говоришь, что музыка не сразу деньги приносит, то есть был прицел сразу же на то, чтобы зарабатывать именно музыку? Нет, наоборот. Не то, что прицел, просто надо же, просто геомилитарно надо же жить. Как-то кушать, когда появляется девушка, она что-то как бы, ещё её кормит, квартиру снимать, в конце концов. Вот. То есть это обычные житейские какие-то вещи. Мы особо очень простые ребята, которым никто никогда не спонсировал, никто никого ничего просто так не давал. Поэтому, как говорится, хочешь жить, умеет вертеться. И как раз, мне кажется, и в том, есть секрет долголетия, что мы никогда не планировали зарабатывать денег, но мы при этом ни разу в жизни не дали бесплатных концертов. Но от них никогда и не отказывались. Ну да. В смысле? Говорят, что никогда не планировали, но не отказывались. Ну да. Вот Лиза вам задавала вопрос. За пиво мы никогда не выступали. Только за деньги. Да. А бесплатно, когда просили, выступали всё-таки. Ну смотря где. Ну смотря где, да. Ну понятно. Лиза задавала вопрос по поводу Петербурга. Петербурга, по поводу поклонников. Ну, все, все мальчуковые группы любят девочки. Вот. Поклонниц, наверняка у вас масса и преданных, которые приходят на все концерты. Мальчуковые группы любят девочек. Ну ладно. Ну мы эти группы не будем рассматривать. Мы надеемся, что вас нормально. Дарят же подарки вам какие-то поклонницы. Дарят? Ну, нет вроде. Такой, нет, нет. Вроде. Я бы, я пошутил на него. Только свою любовь. Это вопрос калис-калис-калис тоже туда же, да? Нет, нет, нет. Я хотел спросить, может быть, что-то запомнилось, что фанаты делали специально для вас. Поклонники на концертах, после концертов. Сейчас я ведь обиделся, если мы ничего не вспомним. Да нет, на самом деле много разных было. Чего только не дарили. Я вот помню, был недавно, ну как недавно, давно уже, тортик, по-моему, из цветов. Тортик, кстати, нам всегда дарили. Из ягод, там всяких тортик, из ягод, овощей. Много футболок, ребята, вот мне делали наши питерские, вот у меня лежат, я их прямо не выкидываю, хотя они мне малы. Потом подушки, помните, нам там с фотографией. Ну такие вот, которые вроде как и мелочи, но они такие приятные. Нам никто никогда не дарил таких подарков, чтобы мы запомнили на всю жизнь, как бы. Мы же не Баррилина, как эта, Волочкова, нам Рос-Ройса не дарят. Дело в том, что у нас есть, действительно, есть такие ребята, которые, самый главный подарок, что это, эти ребята, которые уже стали, наверное, друзьями нашими, которые, помним, там есть Любаша Иванова, я помню, маленькая девочка вообще, она теперь уже такая девчонка, женщина уже, вот, там Аня, Серега, вообще, то есть, ну ребята, понимаете, это наши поклонники, я всех знаю по именам, мы с ними общаемся, то есть, ну, хотя, это ребята, которые всегда в первом ряду стоят. Класс. Я знаю, что у всех артистов, на самом деле, кто выступает, много времени, и есть такие люди, которых они знают в лицо, и это прикольно. У нас тут спрашивают, а вы будете когда-нибудь разыгрывать билеты на концерты в Москве? Так они, по-моему, уже разыгрываются, нет? Да. Нет, Настя, не разыгрываются. Не знаю. Будем, будем разыгрывать. Будем разыгрывать. Но лучше покупайте прямо сейчас, а то вдруг не выиграете. Вот любят халяву. В предпродаж дешевле? Любят халяву, что ж такое? Ну, естественно. Хорошо. Ладно. Слушайте, ну, давайте поделимся вообще планами концертов. Где, когда, кроме ближайших самых? Планы, ближайшие планы. Во-первых, самый главный ближайший план это выпуск песни «Небо так любит нас» с группой Крэг и с Ильаной Карауловой. Занимался сведением этой песни Андрея Черный, который делает всю музыку для Билана. И то есть звучит она просто великолепнейшая. И сама песня себе. Даже если бы она не звучала плохо, она изначально офигенная песня. Но мне очень понравилось, что ты там сыграл, да? Да. Как, кстати, киноопыт? Сложно? Ну, я снимался до этого уже в кино. Ну, все равно комфортно сейчас. Я же по образованию актер-режиссер, поэтому... Нормально, да? Отличный фильм. Я очень хочу, чтобы «Амскай» уже вышел. Я еще являюсь композитором этого фильма. И Саша Якутина огромное уважение и респект, что позвал меня, выбрал там из многих артистов. Потому что, ну, вообще, нам всегда с ним очень комфортно работать, что и клипы мы с ним снимаем. И вот мы как раз вчера закончили снимать и фильм, и клип на эту песню. Думаю, что будет, конечно, очень круто, потому что фильм пропитанный любовью к Санкт-Петербургу. И снимали его петербуржцы. Вот. Поэтому будет очень круто. Все у нас сводится сегодня к любви к Питеру. И, конечно, большие концерты. Пусть всегда так будет. Большие концерты в Москве и в Санкт-Петербурге. Первый будет в Москве 20 октября в Известие Холл. И второй будет 23 октября в Петербурге. Два грин-грин-концерта. Всех приглашаем. Приходите. Будем рады видеть, попоем. И, как всегда, будет реально... А кроме двух столиц, где можно еще вас... Гастроли какие-то спереди. Ждут другие города? А Чебоксары будем на следующей неделе. Чебоксары, если вы нас слышите, приходите. Чебоксары однозначно нас слышат. Все, потому что мы же вещаем на Триколории. Нас вообще... Это же страна. Не город, самая главная слугая. А нас вообще слышат. И деревня. Парни, спасибо, конечно. Жалко, что у вас так утро началось с аварии. Мы не ожидали. Молодцы, что не испугались. Да никто не ожидал. Никто не ожидал. Вы просто нас сейчас тоже предупредили. Вот так бывает. И молодцы. Вот одни из немногих, кто приезжает вовремя. Представляешь, какие мы вообще ребята. Несмотря на... Отдельное вам... Отдельное вам... Желаем вам отличного дня. Ну и великолепных концертов благодарной публике. Мы же из Петербурга. И нам просто спать нигде. А на улице дождь? У нас студия... До 10 лет я не знал, где буду спать. Группа Марсель. Спасибо вам, ребята, огромное. Мы тоже... Пу-пу-пу-пуля. Прощаемся. До завтра. Никита Некрасов. Лиза Калинина. Пока-пока. Хорошего дня. Отличного дня. До свидания. Продолжение следует...